Итак, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал у меня в Канаде. В этом видео, как я обещал, хочу вам показать, как мы вставили нашу арендованную съемное наше жилье, во сколько нам это обошлось, сколько нужно примерно денег для того, чтобы вы сориентировались, сколько вам понадобится на то, чтобы заехать в ваше новое жилье в Канаде. Так, поехали. Я продаюсь полностью по квартире и буду говорить, что сколько стоит сейчас, и также в конце видео мы еще подобьем итоги. Это у нас клозет. Сюда мы ничего не покупали, кроме как вот эту подставку для обуви. 25 долларов на маркетплейсе. Двигаемся дальше. Наш Дэн. Мы решили его не захламлять, а решили сделать такое, знаете, место ночлега для кого-то, допустим, если к нам кто-то приезжает, чтобы было место, где люди смогут переночевать у нас. Так как у нас, в принципе, идет однокомнатная квартира, мы захотели сделать ее отчасти двухкомнатной, для того, чтобы, как я уже сказал, можно было кого-то сюда оставить на ночь. Наш пылесос, который мы нашли на маркетплейсе, он электрическим заряжается на данный момент. По-моему, 25-30 долларов мы его купили. Работает уже полгода. Да, кстати, еще и еще хочу сказать о том, что мы уже в этой квартире живем полгода, поэтому какие-то моменты, нюансы также расскажу, какие-то плюсы, минусы и так далее. То есть мы об этом поговорим чуть позже. Здесь у нас стиральная машинка, мы сюда ничего не покупали. Что мы видим здесь? Какие изменения? Кухня. У нас была уже встроенная кухня, то есть холодильник, микроволновая печь, духовка и мойка уже были, уже присутствовали, скажем так. Стол со стульями, 50 долларов маркетплейс был. Едем дальше. Какие-то вот кухонные принадлежности, которые вы видите, кофе, кофе, не знаю, наборы ножей, тостеры, перцы, какие-то вот лопатки, вилки, ложки. То есть мы заезжали сюда, полностью не было у нас ничего. Примерно вот на все, что связано с кухней, примерно ушло у нас 300 долларов. Всякие там полотенечки, прихватки и так далее, подобная посуда, сковородки и так далее. Вот примерно 300 долларов. 200-300, по-моему, у нас ушло. У меня есть записи, они будут чуть позже. Я их буду читать с телефона и вам точные цифры дам. Давайте с него и начнем. Диван, он раскладывается, становится вот таким вот. И, соответственно, он тоже может быть спальным местом. То есть у нас приезжали к нам знакомые, друзья, и они на нем прекрасно проводили свое время ночью, спали. Поэтому Marketplace 500 долларов. Это очень хорошая цена, если вы успеете найти диван за 500 долларов, и он будет в хорошем состоянии. В среднем цены на них 1000 долларов, это типа как у нас, да, там не техника из Европы, а там, допустим, мебель из Европы, да. То есть это что-то типа около БУ, которое от Химчистили. Это вот 800-900. Новые же диваны от 1000. Вот. Поэтому мы нашли диван, он с юзка. У человека постоял год, у него был этот самый чек о том, что он его купил, по-моему, ну, тоже опять-таки по 1800-900 долларов у него был. 500 долларов, мы его забрали. Следующая одна из дорогих покупок, это был телевизор. Это 50-е, по-моему, или 55-е. 600 долларов он стоял. Я его купил через тоже знакомого. Он мне сделал хорошую скидку, так как он работал в Best Buy. Вышел у меня, по-моему, 450 или 500 долларов. Я уже точно не помню. Вот. Собственно, телевизор. Комод. И с Икеей. И также у нас есть еще шифонер, который я вам покажу чуть позже. Вот он белый стоит. В Икее мы потратили, по-моему, комод и шифонер вышли нам 800-900 долларов. Еще также мы в Икее докупали всякого рода какие-то органайзеры, какие-то, допустим, пластмассовые такие сториджи, где мы будем хранить какие-то наши вещи на кухне, в ванной комнате. То есть мы еще докупали там же посуду, какие-то полотенечки и все-все-все в этом прочее. То есть мы там еще добрали где-то на 200, даже на 300-400 долларов. То есть у нас чек с Икеей получился на 1200 долларов. Вот. И это на самом деле была такая одна из самых дорогих покупок наших в тот день. То есть это вот, ну, была такая, знаете, ощутимая сумма, потому как, ну, диван 500. А потом буквально там через 2-3 дня мы поехали в Икею и нам пришлось купить комод. Потому как, опять-таки, чтобы поставить вам телевизор, у вас есть два варианта. Либо вы его ставите на комод, либо вы его прикручиваете к стене. Но здесь, опять-таки, есть правило. Если вы хотите что-то в этой квартире, в съемной, повесить на стену, вы это вешаете. Но потом, когда вы съезжаете, вы должны сделать, заплатить за ремонт этой стены. Соответственно, они берут за это 150 долларов. Либо вы оставляете этот предмет на стене. То есть здесь идет, я говорю о кронштейне. То есть, соответственно, кронштейн стоит около 100-150 долларов. Можно найти там, да, чуть подешевле на маркетплейсе. Собственно, суть такая, что вы его вешаете, прикручиваете, и вы должны его оставить, чтобы потом не заплатить эти 150 долларов. Для нас же было, ну, не было у нас такого желания, чтобы вот столько висел и все. То есть мы приняли решение, что нам нужен однозначно комод, чтобы хранить там свои какие-то вещи, там, не знаю, зарядки и все прочее. То есть какую-то мелочь, скажем так. Потому как, если вы видите, то здесь как бы нет у вас какого-то шкафа, где бы вы могли это все хранить. Это, кстати, такие, имейте в виду, когда вы будете заезжать в квартиры в Канаде, да, особенно однокомнатные, то, что у них нет шкафов абсолютно нигде. У нас есть один клозет вон там, и, в принципе, все. В тех клозетах постоянно что-то находится. То есть здесь стиральная машинка, в том клозете у вас находятся вещи. Соответственно, комод был необходим. Купили. На балкон мы купили также стол со стульями. Он стоил 50 долларов. Тоже на маркетплейсе нашли. Хороший, большой, красивый. Туда сейчас не идем, потому как там... Там туда не надо заходить, в общем. Там не убрано. Наша спальня. Кровать. Кровать мы нашли за 100 долларов вместе с матрасом. Он был новый. Так сказать, нам помогли. И нам его почти, грубо говоря, за даром отдали. Сам наш вот этот икеевский комод, который мы купили также не комод, а шифонер с комодом. Как я уже говорил, там, по-моему, около 800 долларов вышел и шифонер, и тот комод. Вот. Дальше клозет у нас был, но туда в клозет мы докупили органайзеры пластмассовые. Тоже на маркетплейсе понаходили. Какие-то в икее купили. То есть, они вешаются тут на двери. Также там внутри есть пластмассовые такие просто органайзеры с ящичками, которые вы двигаете. Опять-таки, вы можете их найти проще всего и лучше всего на маркетплейсе. Они там стоят по 10-15 долларов. Вот. И наша, собственно говоря, ванна. Здесь, опять-таки, это все было встроено. Это уже наши такие вещи, которые здесь находятся. Сюда мы докупили только шторку. Вот такие вот коврики. И типа, как для белья, такую вот корзину. Опять-таки, по-моему, ее брали в икее тоже. Вот. Это все в ту же сумму входило 1200. Всякие урны. Также, уже, честно не помню, какую-то часть в икее купили, какую-то часть на маркетплейсе. Также, там, такие мелкие вещи, скажем так. Вот. И, в общем говоря, на этом у нас обзор нашей квартиры закончен. В общем, как я и говорил ранее, друзья, самая крупная цена. Это, в основном, уходит диван. Потом, если вам нужен шифонер, либо комод какой-то, телевизор можно сюда также вписать. И уже после идут кровати. Кровать, на самом деле, можно идти за, на самом деле, вменяемые абсолютно деньги. Можно смотреть бэушные. Идут они, продаются чисто фреймы, на которые вы вкладываете матрас. То есть, допустим, вам не нужно покупать какую-то, там, большую кровать за кучу денег. Вы можете просто покупать, очень часто продают фреймы, там, по 50, по 100 долларов. Куда вы, именно, непосредственно вложите свой новый матрас. Вы можете не поскупиться купить новый матрас, на котором будет, так сказать, вы первый, кто будет на нем спать. Потому что, на самом деле, это такое, знаете, ну, дело гигиены уже. Вот. Поэтому, имейте в виду то, что кровать, в принципе, не слишком дорогая. Самая большая, вот с чем мы сталкиваемся. И на данный момент сталкиваемся с тем, что мы сейчас другу тоже, он как раз заселяется. Сейчас начинаем искать ему диваны тоже. И обустраивать его квартиру. Большая, большая идет цена, именно непосредственно на диван. Их очень быстро расхватывают. И, на самом деле, хорошие диваны, ну, буквально за час продаются на маркетплейсе. Поэтому найти хороший вариант достаточно тяжело. Вот. Мы примерно искали два месяца до того момента, пока мы нашли свой диван, который мы забрали. Давайте поговорим быстренько о плюсах-минусах. И буквально через пару секунд я вам расскажу уже полностью тотал суммы, которую мы потратили, когда мы заехали. То есть, приведу уже конкретные цифры под объем сумму. Хочу сказать пару слов о квартире. Когда мы заезжали, я переживал за звукоизоляцию, за то, что будет кого-то слышно. Собственно, поэтому мы выбирали четвертый этаж. Соседи не слышим. Вот как-то так, но вообще абсолютно не слышим. Слышим, может быть, иногда, если прям сильно-сильно музыку включает сосед. Но и то это бывает очень крайне редко. И она, в принципе, по большому счету, не слышна так сильно. По потолку у нас, естественно, никто не ходит, потому что у нас последний этаж. Из минусов. Из минусов это то, что, как бы, это красиво, когда у вас большие витрины и такие стекла. Минусы. Это ветер. И когда идет ветер, как сегодня, вы видите, у вас очень жестко продуваются стекла. Потому как стекла здесь, они типа как двухкамерные. Можно посмотреть, можно увидеть. Но они должны быть, как минимум, уже с тройным стеклопакетом или с четверным даже. И они очень жестко секут. Очень большой поток ветра из них проходит. И, соответственно, он охлаждает вам квартиру. Особенно в зимний период времени, когда были морозы минус 20 ночью. И когда был сильный-сильный ветер, прям вот ощущался ветер от окон. То же самое, можно сказать, и с дверью на балкон. Мы писали жалобу о том, что здесь были большие щели. Можно вот их будет здесь было бы увидеть. Вот между вот этим вот уплотнителем и дверей я мог засунуть просто палец. Вот. Мы написали жалобу. Пришли на следующий день исправили. Они добавили просто двойной уплотнитель. Но все равно, как дуло из двери, так и дует. То есть, очень слишком большие ветропотери, теплопотери идут именно через окна и через двери. Вот это именно один из таких минусов, которые бы я отметил. Потому как в остальном нареканий абсолютно никаких нет. Также вы здесь самостоятельно регулируете себе температуру. Вы выставляете себе. То есть, на данном месте стоит на 20. И вы, допустим, получаете ту температуру, на которую вы ставите. Соответственно, чем больше вы топите, тем больше вы платите за электроэнергию. Когда были минуса, это был декабрь. И когда мы вот, когда нас очень сильно продувало, скажем так, с окон, мы ставили примерно на 25. Не примерно, мы ставили на 25 обогреватель. И скажу так, что он не мог натопить 25 градусов. У нас все равно в квартире где-то было 22 максимум. То есть, было прохладно. Когда за окном примерно 0, очень тепло. То есть, вообще никаких нареканий нет. Особенно, когда ветра нет, вообще никаких проблем. Когда ветер есть, у вас в квартире будет сквознячок. Не то, чтобы сквознячок, но у вас будет прохладно. Вы будете чувствовать, что у вас окна и двери секут. Итак, как я и говорил, подсчеты. Стол кухонный 50. Комод с шифонером 1200. Диван 500. Телевизор 500. Кухня 300. То есть, это какие-то, как я уже сказал, различного рода приборы и так далее. Кровать 100. По мелочи в ванну, комнату, там коврики, подставка для обуви 200. Стол на балкон 50. Пылесос 50. Получается, общая сумма, которую мы потратили, это было 2900 долларов. У нас ушли на покупку всех этих вот моментов. Опять-таки, это все случилось за месяц. То есть, в течение одного месяца мы были, так сказать, вынуждены это все купить. Кому-то это, допустим, было бы не слишком крайняя необходимость, но для нас она была. Поэтому мы хотели заехать, уже все расставить, разложить под тем местам, которые мы себе визуализировали. И вы должны визуализовать о том, что когда вы снимаете квартиру, да, вы, получается, будете заезжать, с вас снимут на месяц вперед, да, сумму. То есть, допустим, это 1600 долларов, примерно 1500, 1600, 1700. На данный момент однокомнатная квартира, плюс будет еще депозит полстоимости от вашей ежемесячной аренды. И плюс вот сумма, которую вам понадобится потратить на то, чтобы эту саму квартиру обставить. То есть, у нас это вышло в 5250 долларов. Вот ту сумму, которую мы потратили при заезде и оплата квартиры на месяц вперед. Спасибо вам большое, друзья, за то, что смотрели. Надеюсь, кому-то эта информация будет полезна, важна, так как многие сейчас заезжают в страну, будут искать жилье. И вы должны быть к этому готовы. Спасибо еще раз большое за то, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, пишите комментарии, если вас что-то интересует. И увидимся с вами уже в следующих видео. Всем пока!